Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Накануне в День народного единства президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с лидерами традиционных конфессий. В видеоконференции принял участие председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердеев. Все были едины во мнении, что только благодаря созиданию, дружбе, народов, патриотизму мы имеем возможность жить и работать под мирным небом. Президент России Владимир Путин поддержал идею о принятии на международном уровне закон о запрете оскорбления чувств верующих, которые предложил муфти Карачаева Черкесии. Глава государства намерен дать поручение министру иностранных дел страны продумать этот вопрос. В День народного единства в Усть-Джигуте почетными грамотами парламента республики и благодарственными письмами главы Усть-Джигутинского района наградили людей самых различных профессий. Из-за сложной ситуации с COVID-19, чтобы не было скопления людей, церемонию провели в несколько этапов. Глава Усть-Джигутинского района Мурат Лайпанов поздравил собравшихся с Днем народного единства и вручил почетные грамоты парламента. Учителя, слесари, бухгалтеры, воспитатели, санитарки, повара и госслужащие были отмечены благодарственными письмами, а их вручили председатель Думы Усть-Джигутинского района Шамиль Тибуев и первый заместитель главы администрации Аслан Семенов. Всех жителей Карача-Черкесии и России с Днем народного единства. Это большой праздник для всего нашего многонационального народа. Я, в общем-то, работаю во Дворце культуры главным бухгалтером больше 20 лет. И, в общем, получали награды тоже. Спасибо за то, что наградили меня, за то, что оценили мой труд. Спасибо большое. Мне очень приятно, что мой труд так оценен. Я считаю, что это оценка не только моей работы, это оценка работы всего нашего маленького, но очень дружного коллектива военного комиссариата Усть-Джигутинского и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики. Ну и, в свою очередь, хотел бы поздравить всех с этим знаменательным событием истории нашей страны, которые являются ключевым моментом, доказавшего факт, что только единение народа способно сохранить суверенитет государства. Мой педагогический стаж начался с 1984 года. 36 лет я занимаюсь учительским трудом. И в этот именно день, это очень символично, что в День народного единства мне глава района вручил эту награду. Подарком ко Дню народного единства для жителей микрорайона Московский стала новая универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта. Из Усть-Джигутинского района репортаж Алладинаевой. Педагоги, школьники и волонтеры, одетые в синие и красные жилетки, собрались на новой универсальной площадке гимназии номер 4 на торжественное мероприятие. А Диляра Харатулкова готовится к исполнению песни. Сейчас я буду выступать с вокальной эстрадной группой «Акварель». Мы будем петь песню, надеюсь, что всем понравится. Какую песню? «Васильковая страна». А ученица восьмого класса четвертой гимназии Лейла Салпогарова любит волейболы. И чтобы поиграть в эту командную спортивную игру, они собирались на других спортплощадках. Я играла вместе с своими друзьями на спортивных площадках возле нашего дома или по московскому. А сейчас я смогу заниматься более профессионально вместе с нашим учительом физкультуры. Я этому очень рада. Рады собравшиеся и подарку главы республики Рашида Тимрезова концертной аппаратуре, которую преподнесли 4-й гимназии. Спортплощадка построена в рамках целевой федеральной программы развития физической культуры и спорта в России на 16-е и 20-е годы и федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Сегодня мы открываем уже седьмую площадку на территории Усть-Ягутинского муниципального района. Хочу поздравить наших ребят и большого спортивного будущего. От имени министра спорта Горача Черкесской республики хотел бы присоединиться тоже к поздравлениям. Поздравим всех с сегодняшним праздником, днем народного единства. Пожелать всем мира, добра, благополучия. Почетное право разрезать ленту предоставили главе Усть-Ягутинского района Мурату Лайпанову и заместителю министра физической культуры и спорта, чемпиона мира по борьбе с самбо Мурату Агирову. А первым спортивным событием на новой площадке стал товарищеский футбольный матч между командами «Победа» и «Красногорец». Учителя, тренеры, учащиеся спортсмены и жители микрорайона Московские получили отличные условия для качественного досуга. А спорт, как известно, дарит нам энергию, здоровье, упорство, силу духа и красоту. Спорт – понятие многостороннее. Для от них это укрепление здоровья, а для других – профессиональный спорт. А на этой универсальной площадке можно погонять в футбол, поиграть в баскетбол, волейбол, смотря что вы любите. Вести из оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 10 033 человека. Из них 5 947 выздоровели. Госпитализировано 856 человек. Сейчас настало время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью бессущественных осадков, днём местами небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 1,6, днём 11-16. В горах до плюс 10. В Черкесске бессущественных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 2,4, днём 12-14 градусов тепла. Всё, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Испытания племенных лошадей верховой породы на резвость, на этот раз захватывающие конные скачки, прошли в Карачаевском районе. Кто стал участником соревнований, чей чей зероногий друг преодолел финишную черту быстрее всех и чему было посвящено мероприятие, расскажет Алла Качиева. Здесь, на перевале Гумбаши, на высоте более 2,5 тысяч метров, жители моры решили устроить праздник, посвященный Дню народного единства. На лошадях карачаевской породы молодые ребята из верхней и нижней моры будут соревноваться. Плата по концерт стал местом проведения скачек. За участниками соревнований, а их 12, следят организаторы, члены жюри, старейшины аулов верхняя и нижняя мора, а также любители конного вида спорта. Величава наблюдает за происходящим и гордый Эльбрус. Самую высокую точку Европы здесь видно как на ладони. Казалось бы, до него рукой подать, но лишь побывавшие на высоте 5 642 метра знают, насколько трудно покоряется эта гора. Кстати, именно восхождение на Эльбрус троих молодых людей на лошадях карачаевской породы и послужило стартом данных скачек. Один из них – Рамазан Алчаков. 4 сентября он на породистом жеребце, принадлежавшем его отцу Ханафию Алчакову, поднялся на западную вершину Кавказского исполина. Скачки делаем саула, ребята, мальчишки, чтобы у них интерес был, чтобы они в дальнейшем радовали нас, любили коней. Первая дистанция, которую должны преодолеть 6 участников – 1000 метров. Возрастная категория – от 13 до 17 лет. Наездники представляются сами и знакомят собравшихся со своими натренированными четвероногими друзьями. Дается старт, и буквально за считанные минуты ребята оказываются на финишной прямой. Хачарафазнаур, Акбурун. Ага, тебе трудно было бежать? Нет. Сколько ты тренировался? Три-четыре месяца. А тебе сколько лет? Тринадцать. А победителем на дистанции 2400 метров стала лошадь по кличке Ворон – Жакей Аслан Тишелеев. Всех занявших призовые места наградили почетными грамотами, денежными премиями и другими подарками. Было отмечено, что подобные мероприятия способствуют пропаганде здорового образа жизни, служат стимулом для подрастающего поколения. То, что в древности наши старшие делали, предки наши, конкретно вот эти забеги, которые они сделали, это поднятие духа в первую очередь. Во вторую очередь, это для молодежи были молодежные забеги, чтобы поднять дух молодежи, чтобы отстраниться от всего плохого, то, что у нас происходит в мире, и конкретно заняться тем, что у нас было раньше. Ну а День народного единства, праздник, к которому приурочены данные скачки, призывает людей не только вспоминать важнейшие исторические события, но и напоминает гражданам многонациональной страны важность сплочения. Мы должны живем в едином Карачае-Черкесии, без каких-либо конфликтов. Это отрадно видеть. Ни этнических, ни религий. Как бы нас не хотели столкнуть лбами, но ни у кого ничего не получается. Это благодаря пониманию наших старших, старших всех народов Карача-Черкесии. Они поняли наконец-то, что надо жить в мире согласия, в одной семье. Ведь всем вместе, только двигаясь в одном направлении, можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачаево, Черкесия, Карачаевский район. Черкесские продолжают свою работу рыбная ярмарка «Дары Камчатки». В ассортименте более 20 видов полезной и вкусной рыбы и, конечно, красной икра. Продегустировать рыбу и купить ее можно в Доме предпринимателя. Светлана Шаганова расскажет подробнее о рыбных деликатесах. На этой неделе поспешите не в аптеку, а на рыбную ярмарку. Ведь лучшее лекарство для укрепления иммунитета – это хорошая рыба и красная икра. Рыбаки Камчатки снова приехали в Черкесск. И поэтому все дороги ведут в центр предпринимателя. И вот они – дары Тихого океана. Всего хочется по чуть-чуть и сразу. И все же, у кого какие предпочтения? Глаза покупателей устремляются на царицу лососевых – чавычу. Палтус тоже знаменит своими полезными свойствами. Палтус, насколько он очень жирный и вкусный, но он считается диетической рыбой. Это очень полезно для кишечника. Много рыб до 30-ти наименований. Новинки у нас есть – кальмары, щупальцы, кальмары фомидии, сельд и васи. Это все с Камчатки, это все Дальний Восток. Все очень полезно и вкусно. А у кого повышенный холестерин, тут на помощь придет белорыбица. Калорийность в ней не так уж и велика. Но в белорыбице все необходимые витамины и микроэлементы. Рекомендуется употреблять при заболеваниях щитовидной железы, также снижается риск инфарктов. Впервые на ярмарке – мидии, кальмары, осьминоги. Здесь самая настоящая Тихоокеанская сельдь. Дикая рыба-голец, обитающая только в реках Камчатки. Байкальский омуль вяленый. Выстроились в шеренгу и консервы. Самые настоящие, которые продавались еще в далеком Советском Союзе. Ну и безусловно, красная королева рыбной ярмарки – это икра. Наисвежайшая красная икра. Она укрепляет суставы, снижает вес. Одним словом, красная икра – эликсир красоты и долголетия. Икра у нас есть, чавычи, киты, есть форелевая икра. Вся икра очень полезна. Тем более сейчас, как у нас очень много вирусов, гриппа, это очень полезно. Дары Камчатки порадуют всех гурманов. А если вы не любитель рыбы, то вам тоже необходимо прийти на рыбную ярмарку, попробовав однажды, вы непременно полюбите богатство морей и укрепите свое здоровье. Особенно сейчас, в период коронавирусной инфекции. Мы рады видеть покупателей города Черкеска. Это любимый наш город. Мы сюда с удовольствием приезжаем и ждем наших покупателей. Вкуснейшая камчатская рыба ждет жителей Карачаевой Черкесии в городе Черкесске с западной стороны в доме предпринимателя рядом с республиканской стоматологией. Светлана Шаганова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесию привезли эксклюзив длинную шубу из камышового кота. В республиканской столице открылась меховая ярмарка «Снежка». О том, как норка, песец и леса делают женщин счастливыми, в репортаже Руслана Каркмазова. В доме предпринимателей в центре Черкесской яркая вывеска с заманчивым предложением. Шубу без денег и жилетка в подарок. Кировская меховая фабрика «Снежка» наших женщин приглашает на выставку счастья. Мехового счастья. А что, реально шуба может женщина сделать счастливой? Да. Да? Да. Женщины становятся вдвойне радостнее от того, что и шуба без денег, и большой теплый подарок в придачу. Вот именно такую красивую жилетку – это мех лисы. Также есть еще мех песца, можно получить в подарок. Для этого нужно просто прийти к нам на выставку, выбрать себе красивую норковую шубу новой коллекции зима 2021 года, оформить ее в рассрочку, без переплат, без первоначального взноса. Мы не подключаем никакие страховки банковские. У вас получается только ценник сроком до трех лет, и вы получаете и норковую шубку, и красивую песцовую, либо лиснюю жилетку в подарок. Для милых красавиц Карачаево-Черкесии привезли шубы от 40-го по 68-й размеры. На любую женскую прелесть есть своя шуба. И цвета от классических белых и черных до цвета оливок и фукси. И рассрочка делает меха доступными даже при пустом кошельке. Данная шубка, если именно про нее, 1900 в месяц. 1900 рублей в месяц. Это может позволить себе абсолютно любой человек за ультрамодную шубку. А вот это цвет оливки. А вот, пожалуйста, норковая кофта цвет олива. В месяц получается 200. Для тех, кому зима теплая, Снежка привезла норковые кофты. Но есть и необычный эксклюзив. В этот раз в Черкесск привезли эксклюзивную шубу из камышового кота. Вот такой вот натуральной леопардовой расцветки 44-го размера для стройных девушек. И рост этой шубы 120 сантиметров. Шубы из камышового кота в рассрочку всего за 3300 рублей в месяц. Ярмарка «Снежка» работает каждый день с 9 до 19 по 8 ноября. Руслан Куркмазов, Руслан Харченко, Шубные вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести прямо сейчас. Смотрите продолжение сериала «Зови меня мамой». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»